Всем ребятушки привет, с вами снова Агафер.нет И перед началом данного ролика хочу поблагодарить всех тех, кто поставил лайк, подписался на канал, а также задонатил на предведущих стримах. Мне очень приятно, да и это мотивирует снимать новые видео и контент в любом случае улучшается. Поэтому долго затягивать не буду и мы начинаем. И сегодня я буду играть за Соединенные Штаты Америки, если что за Чили, а также за Москву, тоже скоро будут выходить ролики, но это немножечко позже. И я хочу за, точнее не я хочу, а по идее одного моего подписчика, Соединенные Штаты должны захватить всю Европу за исключением Советского Союза. Да, это жестко. Но сильно долгое выступление не хочу делать, поэтому в принципе можем начинать. Первым делом, изначально меня игра почему-то подлагала, почему бы нет, как всегда это происходит. Я хочу прокачать все, получается, содержание армии, потому что играть мы будем, ну, слишком много, примерно на очков 25. Ну, и так как воевать будем очень долго, поэтому рост населения тоже вкачаем, а также рост экономики. Ну, если что, не волнуйтесь, вам это много времени не займет, мои войны, я просто буду это все за кадром делать, проще говоря. Блага, инвестиции менять сильно не буду, разве что инвестиции поставлю на процентов 10, и думаю, в принципе, этого будет достаточно. Мы, если что, находимся в топ-5, думаю, под конец войны со всей Европой будем уже, наверное, в топ-1. Но это не точно. Первая страна, на которую мы нападем, это будет Португалия, она в принципе слабенькая, да и у нас будет Плацдарм, чтобы напасть на Испанию, и другие страны, которые находятся уже даже в Центральной Европе. Ну, а я пока буду готовиться к этой войне, вы пока берите чаек и так дальше, что вам там удобное, приятного аппетита, а мы поехали. Ну, а пока я готовлюсь к первой войне в данном прохождении, хочу вам посоветовать такой канал, как SoundFarColder или же SoFarColder, англичане поймут разницу в названии. Он снимает довольно-таки интересные нарезочки по таким играм, как Stand Off 2 и тому подобным шутерам. Советую подписаться на его канал, так как вы скучать не будете, понятное дело, это не ОСК-2, но поверьте, скучно не будет в любом случае. Давайте набьем данному человечку, можно сказать, контент-мейкеру 100 подписчиков до нового года, мне будет очень приятно. Зайдите на все его видосики, поставьте лайки, напишите позитивные комментарии, как можно еще улучшить контент, например, если у вас есть какие-то идеи. Короче, спасибо вам всем за внимание, надеюсь, вы сможете это сделать. Ну, а мы приступаем к данному прохождению. Вот и настало время первой войны, в принципе, и в этом получается сценарий, я набрал 57 тысяч войск, я не сильно хочу заморачиваться в войне с Португалией, потому что она страна, в принципе, не такая сильная, как мы могли подумать, потому что у нее всего лишь полтора миллиона населения, и то она, причем, находится практически все вот здесь, вот в Африке. Поэтому, думаю, сильно бояться ее национальных территорий не стоит, потому что там она просто-напросто не сможет набрать кучу войск, и я сразу же объявляю ей войну. Если что, у меня понятное дело, есть союзники Филиппины, но я думаю, их призывать не надо, потому что чисто я хочу эти территории забрать. Первая войска, как вы могли уже заметить, в принципе, прошла довольно-таки успешно. Ну что ж, вот и настало твое время, Португалия, мы забираем твою столицу, Лиссабон, и также идем сразу же дальше по следующим провинциям. В принципе, знаете, война с этой страной была довольно-таки легкая, я вам так честно скажу, потому что противление она довольно-таки сильного не дала, всего лишь-то. Я потерял 1010 войск, все, отлично, я их забрал, и так как мы страна сама по себе большая, мы сможем сразу же за один раз, то есть за одну войну, заннексить все территории Португалии. В принципе, теперь у нас есть довольно-таки хороший плацдарм на территории Европы, и мы сможем на Изи уже потом забрать Испанию, Францию и так дальше. Единственное, что у нас будет проблема, это немножечко будет, так сказать, тяжело воевать с Одинным Королевством, но я думаю, когда мы заберем всю Европу, сильно больших проблем нам это уже не будет составлять. И еще нам, в принципе, Советский Союз помогает, если что, я с ним улучшаю отношения, уже аж целых плюс 25, ну и на всякий случай с Третьим Рейхом, потому что воевать с ним тоже как-то неохота изначально, как бы он в топе сильнее, чем мы, мы... Гениально! Ну, как сказать, мы не сильно прям слабые, но, ну, по сравнению с ним, да, можно и так сказать. Ну, я заметил то, что у этого, у Европы уже не осталось практически шансов в войне с Германским Рейхом, а также с Италией, поэтому я решил, правильно, с Италией тоже, да? Да, они, в принципе, в одном альянсе, поэтому я решил немножечко помогти этим странам и забрать еще Испанию. Я понимаю, что они рано или поздно Испанию тоже занексят, поэтому я первый ей лучше объявлю в войну. Она, в принципе, не намного сильнее, чем Португалия, единственное, что у нее здесь больше национальных провинций возле меня находится, но я думаю, точнее, надеюсь, что сильно большого сопротивления она нам не даст, поэтому смотрим, пока что происходит. Буквально секундная вставочка. Короче, у меня есть гаффер стрим, если вы хотите посмотреть те стримы, которые пропустили, или же новые полностью посмотреть, потому что у вас, допустим, не получалось там быть на всем стриме и типа того, я оставлю ссылочку в описании или в закрепенном комменте на свой гаффер стрим, то есть стримовый канал, здесь будут заставляться все стримы, которые делаются на основном канале. Короче, спасибо всем, переходите и смотрите дальше это видео. Ну а происходит у нас следующее, она, в принципе, пытается отбиваться от нас, но я думаю, у нее, в принципе, шансов нет, потому что я как бы набрал довольно-таки большую армию, да и как бы, ну, Испания, она тоже, наверное, уже с кем-то воюет, потому что мне кажется, это, ну, все-таки вторая мировая, блин, камон, вторая мировая, никто не воюет, но это же невозможно, по сути. Тогда было бы нелогически ее так называть, поэтому я думаю, что тут боты так настроены, то, что они, типа, агрессивность больше, но, если честно, я не знаю, потому что, как бы, кто, кто-то вообще мог продумать, я не знаю. Короче, мы пока смотрим. На данный момент мы, в принципе, забрали уже Мадрид, даже умудрились немножко дальше продвинуться, думаю, это довольно-таки хороший успех. Единственное, что меня пугает то, что, да, Испания будет делать кучу высадок, но, но, просто очень сильно надеюсь, что мы ее заберем вот эти вот национальные провинции раньше, чем она наделает миллиарды высадок. Фух, ну все, последняя нужная провинция нам от Испании была забрана, поэтому, думаю, спокойным способом можно ее уже аннексить. В принципе, нам, по идее, должно ходить очков войны. Отлично, блин, просто превосходно. Пропускаем ход, и мы забрали уже довольно-таки большие территории Европы, это, получается, Испания, как вы могли заметить, ну и Португалия, вот тут уже недавно тоже его забирали. Точнее, ее единственное, какие проблемы у нее могут быть, так это с Третьим рейхом, но, надеюсь, их не будет. Следующий, на кого я напыду, это, наверное, Франция, потому что она уже, ну, максимально истощилась, я думаю, у нее тупо нету шансов. Единственное то, что она в союзе с другими странами, их довольно-таки много, поэтому, я не знаю, пока немножко будет, да Испания сама по себе просто посмотрите. Половину Африки просто, ну, блин, не знаю, как она это умудрилась тогда сделать во время Второй мировой войны, но все равно неплохо будет. Короче, пока буду эсменировать территории, и вернусь, когда уже будет что-то такое веселенькое, или то, что будет показать вообще на карте. Так, ребят, для того, чтобы эта серия вообще вышла, у меня было желание в воде, да и, в принципе, она не затянулась, и не было такое скучно, и мы забрали как можно больше всего. Я, получается, перезашел, начал новую игру, забрал так же самое Испанию и Португалию, но в этот раз дело немножко поумнее. Я, получается, Франции попросил, чтобы она напала на Соединенные Штаты Америки, и, получается, она была изнана из этого невероятно, можно сказать, сильного альянса. Гениально. Ну, мне он неудобен тем, что, блин, ну, камон, я сейчас воюю с Францией, но на меня нападает, блин, это Канада, и из-за этого я никак не могу ничего в Франции сделать. И мне просто, просто пришлось понападать, точнее, не понападать, а сделать такую гениальную сделку в моем случае. Я, получается, опять же-таки, нападаю на Францию, вот, я это делаю, но теперь она не в Союзе, и мы сможем ее, наконец-то, нормально забрать. Единственное, что меня смущает, то, что у Третьего Рейха есть, в принципе, полномочия забрать, как раз, эту Францию, но это уже будет не такая проблема потом с ним воевать, как была проблема воевать с Соединенными Штатами Америки, именно с Канадой, там, где у меня было уже чуть ли не полмиллиона, точнее, минус чуть ли не полмиллиона был, а на меня нападали и нападали, я уже просто-напросто не знал, что делать, короче, ну, сейчас будет намного проще. Я пока, понятное дело, понемножку понападаю, и уже вернусь сюда, когда сделаю все то, что уже, в принципе, хотел. Так, я забрал, получается, у Франции уже эти территории, она благополучно согласилась и немножко поменяла цвет, потому что мы сливались с ней, и потом уже буду воевать с Италией и Германским Рейхом, а тут уже, думаю, будет интереснее, потому что у нас здесь, в принципе, будет один фронт, а не как с Канадой, да, вот непонятный миллион фронтов, тут даже максимально просто неудобно было это делать. Ну и, короче, я сейчас немножко подожду, пару ходов пропущу, ну, как пару ходов, пару десятков ходов, соберу нормальную армию, и, думаю, у нас уже все будет пучком, и мы заберем уже там, ну, можно сказать, большую часть Европы. Если честно, я сам был в шоке, но я умудрился набрать около 600 тысяч войск, ровно, причем, кстати, я специально так набрал, чтобы было красивенько. Я просто похлопаю. Я некоторую армию там поудалял, понятное дело, ну, короче, неважно, набрал 600 тысяч, и мне, в принципе, нормально. Я просто хочу воевать, как вы могли догадаться, уже с Италией, а также Третьим Рейхом. Они просто в альянсе, поэтому, если я нападу на Италию, то на меня автоматически нападет и Третий Рейх. Я, конечно, не знаю, как все это должно, блин, происходить, но я постараюсь максимально хорошо это оформить. Я ждал, пока они Франции кинуть в мир, заберут эти территории, но они воюют уже очень долго, там уже, посмотрите, 317-й ход. Ну, короче, неважно, буду я сейчас все это делать, я сразу же буду направлять войска на Италию, потому что, ну, долго ждать не хочу, потому что она может набрать очень-очень много войск, ну, короче, направлю вернуть. Вот примерно вот так я распределил свои войска, выли как какая-то паутина, ну, это уже не сильно важно, мы нападаем на Астровок, его тоже практически забираем, там буквально половину территории осталось. Вот здесь вот мячик мы тоже почти забрали, на ее основных территориях у нее там тоже, я так понял, будут проблемы, потому что они потеряли, ну, уж очень много войск. Блин, у меня, конечно, идет очень плохо с расходами, ну, это не сильно важно. Здесь я пока буду просто защищаться, не знаю, чего они мне могут предоставить, хотя, наверное, все-таки стоило бы нападать, потому что нужно еще вот эти территории все-таки забрать. Ну, короче, пока будем забирать Италию, это мой план на данную войну, а потом уже, в принципе, посмотрим, что получится. Вот, теперь мы нападаем на бывшую территорию Франции, в принципе, мы у нее забрали территорию, мы ей и поможем вернуться. Ну, как я думаю, довольно-таки хорошо получается с нашей стороны, и даже немножечко территории Италии, как мы можем заметить, я забираю. Ну, я думаю, что война будет, в принципе, однообразная, поэтому сильно много воевать не хочу, на меня еще почему-то Астровацкая республика, я уже испугался, на меня напала Россия, я потом понял, что ее здесь-то, блин, нет, это же Советский Союз, поэтому, думаю, все будет пачком. Кстати, по идее, уже должен быть конец Второй мировой войне уже давно, но, как можем заметить, все продолжается. И, кстати, Франция начала по чуть-чуть разрождаться, поздравляю, поздравляю, мои поздравления, Франция. Я просто поплопаю. Несмотря на довольно-таки большой минус, я все равно рад, потому что мы, во-первых, смогли спасти Францию, то, что нам потом в будущем поможет, и так же самое забрал одну третью всего рейха, ну, то есть всего его союзника полностью, Италию, и даже немножечко сам Третий Рейх. И, да, конечно, минус 2 миллиона, не так, буду с этого выбираться, но как-нибудь это мы исправим. И, как бы, да, Швейцария нарушила свой нейтралитет. Я был удивлен, конечно, но она, наверное, увидела, насколько мы сильно продвигаемся по территориям Союза Третьего Рейха. Но, короче, я хочу сейчас забрать довольно-таки большой кусочек Италии. Вы сейчас узнаете, конечно же, какой. Вот примерно такие территории я хочу забрать, то есть вот эти вот островки, потом всю Италию и то, что она вот тут позахватывала, и даже пару территорий Германии. Ну, мы сейчас посмотрим, они согласились. Ну, что же, ребят, мне кажется, ну, превосходно, превосходное сегодня прохождение. Я бы единственное то, что еще бы дозабрал тут территорию Франции, чтобы наши территории выглядели довольно-таки красивыми. Ну, это мы, наверное, не знаю, не знаю. Короче, посмотрим, сейчас что-то придумаю. Вэт, ребят, не подумайте, Швейцария прошел, конечно, всего один ход. Я чисто, фуфан, кинул, получается, его славе, требования, чтобы она отдала вот эти территории. Ну, реально некрасиво было. И просто вот тут даже не ожидал, кинул ультиматум, ну, как ультиматум, требования территории Франции. Ну, вот эти вот территории забрал, решил ее полностью не аннексить, потому что я знал, что она может согласиться. И как бы, да, она согласилась. Вот это вот, как бы, как улькам мешает, конечно, не очень красивое. Ну, мне кажется, территория довольно-таки хорошая. В следующей части мы уже полностью дозаберем Европу, потому что здесь мы только разгонялись, получается. Ну, пробовали, что там делали. А уже в следующей серии, думаю, мы заберем уже всю Европу. Так что, советую вам ее посмотреть. Да, и в принципе, почему бы и нет, я буду стараться, германский рейх точно уже пойдет. Так что, ребятки, спасибо всем за просмотр. Надеюсь, вы не забыли подписаться на канал, а также поставить лайки. Ну, а мы увидимся уже в новых роликах. До новых встреч. Ну, и спасибо, что досмотрели до этого момента, понятное дело. Субтитры сделал DimaTorzok